Здравствуйте! Сегодня в обзоре наш любимый правый руль Toyota Corolla Fielder в комплектации S Aero Tourer с двигателем 2ZR-FAE Так очень удачно получилось, что в последнее время мы снимаем достаточно много видеосюжетов про Corolla-образные машинки из Японии с правым рулем Нам эти аппараты очень нравятся, мы их очень уважаем Все знают об их надежности, неприхотливости И вот в очередной раз нам очень сильно повезло Мы примерно в конце октября снимали обзор на Fielder в этом же поколении, в 160-м кузове Тот автомобиль был с двигателем 1.5, ну и в такой достаточно бедной комплектации Плюс ко всему, совсем недавно мы сняли двухсерийный сюжет про Toyota Corolla Rumeon А до этого мы снимали еще и Toyota Corolla Axio в 140-м кузове Ну и сегодня у нас, так скажем, одна из топовых версий Fielder Вы можете по внешности это дело определить, так как у нас имеется обвесик по кругу дополнительный У нас ксеноновые фары с линзами Кстати, линзы не всегда гарантируют вам наличие ксенона в фарах Туманочки присутствуют Ну и, конечно, на задней, на пятой двери вот эта вот приятная надпись S. AEROTURA Это говорит нам о том, что комплектация довольно-таки жирная Ну, для этого автомобиля В салоне мы еще об этом расскажем Вот, ну и автомобиль у нас 2012 года выпуска Без пробега по России Он буквально вчера поступил вечером к нам И вот сегодня мы сразу его уже для вас и снимаем Пробега по России нет, как я сказал Это очень радует Соответственно, будущий владелец отъездит на этом аппарате очень-очень долго Что касается еще раз внешности Ну, конечно же, в таком варианте Fielder смотрится гораздо интереснее Он менее скучный, так скажем Хотя по версии Toyota эта машина производилась в первую очередь И разрабатывалась, и учитывались все нюансы относительно людей старшего возраста То есть, если говорить именно об Axio То тот автомобиль создавался в первую очередь для старшей категории, для пенсионеров Здесь как бы тоже есть такая тема Но все же вот с комплектацией S-AEROTURA с двигателем 1.8 Они попытались как-то завлечь еще и молодую аудиторию Ну, в принципе, наверное, им это удалось Интересное и веселое, что есть в этой машине Это двигатель 2ZR-FAE Это тойотовский мотор Объемом 1.8 литра и мощностью 140 лошадиных сил Точно такой же двигатель устанавливался в Toyota Isis Про который мы тоже снимали видеообзор, по-моему, осенью Наверное, тоже ссылочку поставим где-нибудь в углу здесь И больше филдера Но с этим мотором и в паре с вариатором Isis ехал просто невероятно Мы были в шоке от того, как быстро ускоряется та машина Ну, это было просто великолепно Здесь автомобиль весит меньше И я убежден, что будет ехать он вообще обалденно К сожалению, у нас сейчас очень много снега на дорогах Гололед, заморозки И мы не сможем проверить именно ускорение Но пока мы ехали... Ну, в общем, мы постараемся, да? Но не гарантирую Но пока мы ехали сюда, вот до места съемок Я сразу почувствовал разницу между филдером 1.5 литра и 1.8 На полторашке, там от 103 до 110 лошадиных сил Двигатель 1NZ В принципе, на нем ездить абсолютно нормально Но здесь ощущается какой-то запас по мощности Двигателю не приходится напрягаться И он спокойно толкает машину И все это дело, конечно же, благодаря вариатору, который здесь установлен Пока еще есть люди, которые против этой коробки передач Но мне она очень нравится Нет каких-то вот этих лишних переключений Никуда не уходит мощность И вариатор направлен на то, чтобы максимально снижать обороты Но при этом, чтобы двигатель передавал максимум крутящего момента И именно поэтому на вариаторе машина отлично ускоряется И плюс ко всему еще кушают меньше топлива Что даем газу в обычном режиме, не спорт режим Буксуем, конечно Очень сильная пробуксовка Постоянно моргает значок противобуксовочной системы Но я вам скажу, что очень сильно ощущается запас по мощности Если бы сейчас было лето или хотя бы осень без снега То я думаю, мы бы вообще кайфанули Реально едет достойно И это сразу понятно Нам даже не обязательно сильно разгоняться Запас мощности обалденный Двигатель очень хорошо слышно, конечно То есть вот тот отсек, он звукоизоляцией особо так не обладает Вот, но у нас еще плюс ко всему Есть спорт режим, кнопочка спорт прям на мне написано Вот мы ее нажали и сразу поднимаются обороты Мы сейчас в обычном режиме едем, но обороты все равно поднялись Нажали опять, обороты упали Вот, за счет вариатора машина мало ест топливо Но если подать газу и нажать кнопку спорт В общем, добавляются обороты и машина едет порезвее Это очень сильно помогает на трассе, например Плюс ко всему, на коробке есть ручной режим То есть вариатор, он сам по себе не имеет ступеней Но есть виртуальные передачи Этих передач здесь 7 штук И у нас на приборной панели сразу загорается цифра той передачи Которая сейчас у нас выбрана То есть мы можем шестую там включить Седьмую и так далее Или даже здесь их 7 Или может быть нужно Наверное нужно набрать больше скорость Чтобы можно было на седьмую включить Вот сейчас только максимум 6 показывает Ну, это работает примерно как и на автоматической коробке То есть поднимаются обороты при переходе на низшую ступень Я думаю просто спорт режима будет достаточно Чтобы очень резво ездить Ну, этот мотор достаточно современный Устанавливался он не только Филдер Не только Визис Он еще и устанавливался на многие тойотовские модели В том числе на рынке США На ту же Королу Тойота Верса тоже с таким же мотором Ну, там возможно какие-то нюансы, отличия имеются Но в целом, в принципе, все то же самое Тойота Виш, к примеру, да, вот из праворульных автомобилей В общем, двигатель достаточно хорошо распространен Он изучен, известен, очень надежен И у него установлена система Валюматик Которая, ну, как-то там самостоятельно, автоматически регулирует высоту Подъема и опускания клапанов И все это дело благоприятно влияет на расход топлива В общем, двигатель достаточно высокотехнологичный Но при этом очень надежный Так как машина производилась для внутреннего японского рынка Работает с вариатором И здесь у нас передний привод Филдер с двигателем 1.8 Вы не найдете вот в этом поколении С полным приводом, к сожалению Так что вот только можно брать передок Ну, здесь у нас под капотом все новое Машина только пришла из Японии Зачастую Таким автомобилем претензий нет Идем дальше Пока мы на улице Расскажу про одну из опций этого автомобиля У нас здесь бесключевой доступ То есть мы можем, не доставая ключ из кармана Попадать в автомобиль Ну и в салоне тоже есть кнопочка, которая запускает мотор Здесь очень удобная эта система Почему? Потому что, к примеру На некоторых корейских машинах С подобной штуковиной На ручке есть кнопка, которую нужно нажимать Механически, чтобы закрыть машину Чтобы ее открыть На японцах такая система бывает на многих Здесь же у нас такой кнопочки не имеется И может показаться, что вообще такой системы нет Но на самом деле у нас здесь Есть такие вот выемки небольшие Которые как раз таки говорят об этом На леворульных тойотах такая штука встречается Когда мы подходим к закрытой машине Мы просто руку сюда, можно сказать, вставляем И ничего не нажимаем Автомобиль открывается Когда мы уходим Мы просто пальцами так проводим И машина закрывается Все, то есть нам ничего не нужно нажимать Это реально очень круто И вот такая вот опция Так скажем Ну, удорожает автомобиль В разуме покупателя, так скажем Ну, в общем, очень круто Сама машина достаточно низкая Всего 14 сантиметров Под самой нижней точкой И, естественно, владельцы таких автомобилей На это жалуются Ну, а что они хотели Покупая универсал Который создан для хороших японских дорог Вот Ну, про дизайн я уже этой машины рассказывал В предыдущем ролике Про Филдер Где-то вот в левом углу вылезет подсказочка И вы сможете тот ролик тоже посмотреть И, кстати, обязательно посмотрите наш сюжет Про Toyota Corolla Rumiun Потому что некоторые параллели я там проводил И вам, я думаю, будет интересно сравнить Вот, кстати, та самая надпись Вот Ну, задняя часть машины, так скажем Выглядит свежо, современно Но мне она не очень нравится Вот Как-то тяжеловато она выглядит Сейчас посмотрим багажник Так, багажное отделение Ну, это у нас универсал Естественно, здесь все должно быть очень круто Вот в таком виде Когда вы не убираете второй ряд То места достаточно много Но все это пространство можно еще увеличить Есть специальные ручки в багажнике Тянем за нее Ну, и сидушка складывается И получается практически ровный пол Вот в таком варианте Длина багажного отделения Чуть больше двух метров То есть вы можете спокойно Там переночевать вдвоем Ну, или перевести что-то очень габаритное Так что Филдри в этом плане все замечательно Вот У нас имеется шторка в багажнике И эту самую шторку можно прятать под пол Зачастую Вы ею не пользуетесь, да И она как бы мешает перевозить что-то крупногабаритное И приходится хранить ее где-то на балконе Там еще где-то, да А вот здесь вот В этой машине все продумано отлично И можно возить ее с собой При этом она не будет мешать Вот Ну, все круто, все замечательно Филдер есть филдер Теперь Покажем отличия В салоне Этого филдера в хорошей комплектации От базовой версии Идем в машину Сам по себе филдер Достаточно компактный автомобиль Но, как и любой японец В салоне он отлично продуман Соответственно, места будет достаточно всем Троим пассажирам сзади Конечно, будет не очень комфортно Но, в принципе, передвигаться здесь можно Тем не менее, это не какой-нибудь вид Да И поэтому салон здесь будет шире Данная версия нам предлагает Задний подлокотник В нем нет подстаканников Но места там для стаканчиков Или для бутылок имеются в дверях И что радует Что вот этот самый подлокотник Достаточно длинный Широкий И он находится на одном уровне с полкой Которая располагается у нас на дверях То есть это создает дополнительное удобство Под сидушками невероятно много места Туда можно поставить ноги Ну и есть некоторый запас У нас вот здесь вот Это сидение настроено сейчас под меня Ну, то есть я сижу сам за собой С ростом 180 сантиметров Так что вот можете как-то оценить Над головой есть неплохой запас Все нормально Претензий нет никаких абсолютно Естественно, есть крепление Isofix То есть если у вас есть маленькие дети Для которых требуется кресло специальное И что очень важно В этих автомобилях Раньше в Японии как-то к подушкам безопасности Холодно относились, так скажем А теперь, по крайней мере в Toyota Пихают их так нормально То есть в данном филдере 8 штук, 8 подушек безопасности Что считаю очень неплохим показателем Того, что производитель Как-то вот так по-особенному относится К своим покупателям Вот, в общем, здесь достаточно уютно Мне здесь нравится Отсутствует тоннель посередине Плюс ко всему, обратите внимание Стойка вот эта посередине между сиденьями Она как бы скошена Чтобы сюда можно было ставить ноги Среднему пассажиру Тоже как бы вот ребята подумали об этом Об удобстве И сделали такую вещь Вот, ну в принципе-то все здесь Все, все отлично, все нормально Идем за руль Будем кататься И рассказывать, как он едет И вот настала Самая интересная часть нашего сюжета Мы сейчас прокатимся С двигателем 1.8 Я думаю, это будет очень круто Подвеска, сразу про подвеску скажу Она такая довольно-таки сбитая Крепкая, чувствуется Но немного жестковатая Вообще здесь спереди подвеска независимая А сзади полу-независимая Аторсионная балка Ну, в общем, конструкция такая Очень, наверное, старая И проверенная И очень надежная То есть на предыдущих филдерах Все было то же самое Посадка здесь очень удобная Боковая поддержка замечательная Сразу вспоминаешь автомобили марки Honda Для меня даже удивительно Что на Toyota вот такие вот сидушки стоят Какая-то нереальная боковая поддержка Ну, очень удобно Действительно, очень удобно Руль тоже небольшой Кстати, вот на Honda он бывает чуточку поменьше Мне нравится, когда руль поменьше Наружные зеркала я бы хотел, чтобы были Больше они как-то скошены краям Это, конечно, делают, наверное, для какой-то аэродинамики Сокращение шумов Для дизайна Но вот для водителя это, конечно, минус Нужно, чтобы на конце, так скажем Зеркало было тоже достаточно широкое Вот, ну, мы сейчас еще пока потихонечку едем И дорога у нас тут не очень хорошая Снега много Но я могу сказать, что мне комфортно Вот сзади сидит оператор И я прям чувствую, вижу, что ему, наверное, не так там Хорошо, как мне здесь Ну, все же спереди люди ездят чаще Кстати, когда я снял куртку И сел на водительское место То я пододвинул сидение вперед То есть, когда я сидел сзади И показывал заднее сидение То там, как бы, я, так скажем Не все вам рассказал И показал, получается, что места там еще больше Чем было Руль здесь очень легкий И очень информативный Здесь установлен электроусилитель И вот К примеру, опять же, да Если брать корейские машины Мы не так давно снимали обзор на Hyundai Creta И там руль, он тоже очень легкий И в то же время, ну, как бы, он не информативный Вообще непонятно, как там колеса В каком положении И как бы теряется связь водителя и автомобиля Вот это мне не нравится Здесь все очень удобно Но при этом ты понимаешь, чувствуешь машину Вот этим отличаются японцы Филлер, ну, считается Достаточно доступной машиной в Японии И при этом он отлично собран Отлично сделан Продуман неплохо Он такой крепкий И именно из-за этого его покупают Если, например, говорить про комплектацию То Сейчас, наверное Наверное, владельцы там каких-нибудь Солярисов Ну, хотя Солярис тоже нормальная машина Солярисов скажут, что Ой, да в моей машине там Как бы вот столько ништяков А вы там на своем на правом руле Вообще ничего не имеете И радуетесь там уже климат-контролю Ну, да, я согласен, что на леворульных машинах Бывают комплектации Теперь уже побогаче То есть раньше, если мы брали именно Японцев для внутреннего рынка И для внешнего То на внутреннем рынке Комплектации были богаты К примеру, вот здесь у нас В максималке отсутствует Подогрев сидений Который лично мне очень нужен Не знаю, почему его нет Но вот здесь вот его не имеется Хотя версия-то такая Достаточно богатая Но в то же время Очень радую здесь Панель приборов Она будто бы сделана Из куска алюминия Вырезана Она очень красивая Я думаю, что вы со мной согласитесь И все очень понятно Все на своих местах Небольшой дисплейчик информативный Больше ничего и не нужно Вот Стрелочный спидометр Тахометр Есть не кнопочка А лампочка, которая загорается С зелененьким цветом И там написано ЭКО То есть это говорит о том Что мы едем в достаточно Экономичном режиме Если говорить о дизайне Вообще салона И передней панели в частности То вот филдер в этой версии Меня очень радует Естественно здесь Все достаточно жесткое Но у нас здесь Вообще на передней панели И на дверях На всех есть Такая обивка тканевая Сразу вспоминается Нам леворульный автомобиль Такой как Шевроле Круз У которого тоже панель И там часть дверей Обшиты тканью И в Крузе Мне это все дело не нравится Потому что выглядит Достаточно дешево И вообще как бы Ну не нравится в общем Здесь же Как мне кажется Все выглядит очень даже неплохо Правда владельцы говорят о том Что все это дело Притягивает там Какие-то ворсинки Пыль и так далее Поэтому приходится Так скажем Чаще Делать уборку В машине Но опять же Да выглядит на мой взгляд Неплохо И создает какой-то Дополнительный уют Очень мне нравится Что здесь Блок климат контроля Он находится Не на вертикальной поверхности А немножко Это все дело Наклонено И сразу мы вспоминаем Про машины Марки Ниссан Инфинити У них вот Тоже есть такая полочка Перед монитором Подобная И вот это вот Дело мне очень нравится Сам по себе Климат контроль Конечно Достаточно просто выглядит Как-то вот Тойота Насчет этого Не сильно заморачивается Но Если мы вспоминаем Филдер В комплектации С полуторалитровым мотором То там Вообще Климата нет И присутствуют Три крутилки Которые тоже В принципе Смотрится неплохо Но климат контроль Все-таки Предпочтительнее И хотя бы Даже из-за того Что это Более удобная опция Ну как обычно В каждом японце Неплохо продумана Эргономика Поэтому нам Очень удобно сидеть Все видно Обзорность Хорошая И плюс ко всему Есть места Для стаканчиков Для бутылок То есть в каждой двери Места для бутылочек Здесь у нас Под торпедой Имеется Места для двух стаканов И даже для полулитровых бутылочек Ну и два у нас Бардачка Вот Они достаточно Объемные Верхние Вообще Ну как бы Обычно Верхние бардачки Они небольшие Но здесь он Очень хороший Это радует То есть вы с собой Можете возить Много всего Ненужного Ненужного дома Можете возить в машине Здесь у нас Под лакончик Сразу Так скажем Для двоих Но он Узкий конечно И его можно двигать Вперед назад Тоже удобно И он находится Кстати Практически На одном уровне С дверной полкой Еще Например Мы вспомним Автомобили Марки Ниссан Такие Современные У них Кнопка запуска Такая маленькая И достаточно Дешево выглядит А вот В Тойоте Кнопка запуска Достаточно Солидная И здесь Она тоже Присутствует И она Точно такая же К примеру Как на Духсотом Крузаке Это круто Ну она Мне очень нравится Она реально Какая-то солидная Так И сейчас Мы выйдем На пустой Участок Ну опять же Да С поправкой На гололедные Условия На заснеженность Улиц Но мы все равно Попробуем Подать газу Здесь у нас Установлена Система Ну электронный Помощник Противобуксовочная Система И антизанос Ну это Простыми словами Если говорить Автомобиль Переднеприводный И поэтому Вот эта вот Штука Нам очень сильно Помогает И не позволяет Лишний раз Буксовать Колесам Ну а если Машину Немножко Понесет В занос То опять же Все это дело Нас Поставит На путь Истины Меня заинтересовала Здесь кнопка На климат Контроле Нано Нано Е Вот так вот Если правильно Читать Это у нас Ионизация Воздуха В салоне Ну насколько я знаю У японцев Это дело популярное Потому что Ну азиатская Страна Все таки Поэтому нужно Воздух В салоне Как-то очищать Ну и вообще Это вещь полезная Вот так что Вот комплектация Эта машина Включает Такую штуку Также у нас Здесь установлен Монитор Но монитор Этот устанавливался Уже в России Вот В Японии Наверное Что-то здесь тоже Было Баудиного Магнитола Но зачастую Бывает что Японцы Перед продажей Своего автомобиля Все это дело Снимают Вот Поэтому Здесь уже Радио То есть Адаптированно Все работает И кстати Камера заднего вида Выведена Сюда Обычно Японцы Если магнитофон Забирают Перед продажей Ну бывает такое То Саму камеру Они снимают Редко Поэтому В России Достаточно Купить Двухдиновую Магнитолку Поставить Все подсоединить И все Будет работать Мы сейчас Едем на скорости 60 И немножко Свободный участок Нажимаем газ И жмем кнопку Спорт Даже на такой Скорости Пробуксовка И подъехала Какая-то Сраная ЦРВ Блин Не дала нам Разогнаться Прям реально Подрезала Вот уроды Ну Сразу Почувствовался Так скажем Толчок Конечно Это не похоже На работу Турбированного Двигателя Но тем не менее Как бы Есть такой Эффект Подобный Я надеюсь Что у нас Получится Еще сейчас Выйти на прямой Участок И еще раз Попробуем Именно со Спорт режимом Еще раз Хотел бы отметить Работу подвески Она очень Крепкая Очень сбитая И очень Приятная И В целом Ощущается Что машина Вся вот такая Крепкая Опять же Если говорить Про леворульные Автомобили То Учитывая Что В нашем Автосалоне Машин Много И Удается Поездить На многих Я могу Точно Сказать Что Что Именно Таких Крепких Избитых Хорошо Собранных Машин Кроме Как Праворульных К сожалению Нет Даже Дорогие Внедорожники Которые стоят По несколько Миллионов Рублей С левым рулем Все равно Они почему-то Не такие И вот Это Подкупает Именно В праворульных Японцах Их надежность Неприхотливость Конечно Кто-то Говорит Что Вот Все Там Японцы Не те Сейчас Они Делают Не такие Качественные Машины Ну Возможно Это И так Но Эти Машины Все равно Лучше Чем Леворульные Аналоги Вот Естественно Есть Те Кто Ну По каким-то Соображениям Не садится Именно На эту Сторону Да За руль Но Я могу Сказать Что Сколько Я езжу У меня Не было Ни разу Проблем С этим С тем Что У меня Руль С другой Стороны Справа А не Слева И У меня Никогда Не было Леворульной Машины Так что Я доволен Еще Чуть Чуть Про Комплектацию Значит В этой Версии С Аэротур У нас Предлагается Зеркало Заднего вида С автозатемнением Ксенон Как вы Видели Да И есть Автоматический Корректор Направление Пучка Света Он Кстати Работает Довольно Таки Шумно Например На Honda Fit Тоже С автокорректором Он Работает Тише Кожаный Мультируль Кожаный Японцев Радует Противобуксовочная Система И Все это Дело Можно Отключать Вот Что еще Кстати Глонасс Установлен Сюда Ну Это Все Дело Конечно В Владивостоке Устанавливалось Что еще Что еще Чего Не хватает Да Не хватает Мне здесь Подогрева Сидений И Я заметил Что Нет здесь Места Для очков То есть Очечника Не имеется Просто Лампочки Здесь у нас И все В козырьках Есть Зеркала В двух Козырьках Вот Ну в общем Машина радует Чистокровный Японец Вроде как Там Аксио Да Филлер Позиционируется Как машина Для пенсионеров Но я не знаю О Кстати Извиняюсь Едет Ниссан Лив Полностью Электрический Автомобиль Второй раз В жизни Вижу Такую машину Вживую Вот Ребята Едут Наверное До ближайшей Розетки Ну круто Круто Вот все-таки К нам Такие машины Приезжают И это тоже Тоже Это праворульный Автомобиль Потому что С левым рулем Они очень редкие Очень дорогие И только Наверное Из-за руля А вот А вот Лив С правым рулем Уже Не редкость Прикольный аппарат Тоже на обвесиках Видимо В какой-то Комплектации Там Аксис Может быть Или Как они там Называются Интересный аппарат Хотелось бы На таком Прокатиться И Даже иногда Я подумал О машине Такой для себя Для города Идеально Ну ладно Об этом Когда-нибудь В будущем Расскажем Значит Машины Это радует И Если Она создавалась Для пенсионеров То Что там за пенсионеры В Японии Тем более Вот с мотором 1.8 Он вообще Может Многое Он быстро Разгоняется Мы сейчас Еще раз Попробуем Я надеюсь Получится Классная посадка Если Ну Японские Пенсионеры Они вряд ли Такие Полненькие Да Как у нас Бывают Поэтому Вот С боковой Поддержкой Самый раз Так что Аппарат Очень достойный Вот 1.8 Прямо Конечно Вещи Итак Даем газу Спорт режим Так Буксует Буксует Вот Маленько Зацепился Впереди Опять Машины К сожалению Ладно Отключаем Спорт режим Интересная Штука Сейчас Была Вариатор Здесь Конечно Умный И Так Скажем В какой-то Момент Обороты Дошли До Отсечки И Так Скажем Электроника Не давала Разогнать Мотор Еще Сильнее Сильнее Прямо Работала На Отсечки Потом Обороты Как-то Самостоятельно Понизились Но При этом Увеличилась Тяга Вот Ну Блин Жалко Что у нас Сейчас Все в снегу Во льду Но Я Я Точно Могу Сказать Что Поверьте Моим Ощущениям Филдер 1.8 Едет Вообще Классно Это Очень Достойный Аппарат С Очень Сбитой Подвеской Очень Крепкий Симпатичный Вместительный Вот Так Что Если У вас Есть Возможность И Желание Приобретайте Кстати В нашем Сюжете Про Toyota Corolla Румен Мы Спрашивали У наших Подписчиков Про Стоимость Машины То есть Я Сказал Стоимость И Они Написали Ее В комментариях Это Так Мы Проверили Как Долго Наши Зрители Смотрят Наши Ролики Вот Ну В общем Я Сейчас Снова Цену Озвучу И Вы Пожалуйста Напишите В комментариях И Мы Поймем Что Вы Действительно Как Минимум До Этого Момента Досмотрели У Нас Ролик Получается Достаточно Длинный Итак На Сегодняшний День Toyota Corolla Fielder 2012 Года Без Пробега По России В Комплектации S Aero Tourer В Автосалоне RDM Import Новосибирске Стоит 850 Тысяч Рублей Так Что Пишите И Мы Все Поймем Вот Что Касается Ценообразования Про Румен Румен Стоил 765 Тысяч И Там Кто-то Написал Что Это Дорого Вот Эта Машина Стоит 850 И Точно Найдется Тот Кто Скажет Что Это Дорого Естественно Если Сравнивать С Какими-то Леворульными Машинами Там Седанами Которые Имеют Меньший Функционал И Не Такую Надежность И Взбитость Так Скажем Да Это Может Быть И Дорого Но Скажу Такую Вещь К примеру На Двигатель Полтора Литра Стоимость Таможни На Сегодня Около 180 Тысяч Рублей То есть Просто За то Чтобы Перевести Через Границу Нужно Заплатить 180 Тысяч Это Мы Не Говорим Еще О Глонассе И так Далее На Двигатель 1.8 Который Здесь Установлен Таможня На 140 Тысяч Дороже 320 Тысяч Рублей Вот Поэтому Такие Машины Стоят Дороже Но Она И Дарит Очень Классные Ощущения Вот Поэтому Я считаю Цена Обоснованная Вот Ну Конечно Если Для вас Дорого То Вы Просто Эту Машину Не Покупаете Поэтому Не Пишите Что Попало В Комментариях И Не Портите Себе Карму В общем Друзья Будем Заканчивать У нас Достаточно Длинный Сюжет Получился В Вся Информация Есть На Нашем Сайте Сайт Указан В Описании К этому Видео Переходите Смотрите Кстати Можете Там Машину Какую Нибудь Выбрать И попросить Нас Снять Про Нее Обзор Тоже Все Это Мы Дело Умеем И Можем Вот Обязательно Подписывайтесь На Наш Канал Если Это Видео Вам Понравилось Если Вы Вообще Любите Японские Машины Праворульные Чистокровные Настоящие То Обязательно Ставьте Нам Лайки Мы Будем Пытаться Искать Для вас Еще Какие-то Ресурсы Такие Машины И Снимать И В Комментариях Напишите Все Что Вы Думаете По Этому Поводу И Вообще Про Правую Руль И Так Далее Вот С вами Был Ян Симаков Проект Первый Видео Авторынок Встретимся С вами В следующем Сюжете Обязательно Поставьте Лайки Подпишитесь Пока